Четверг день кинопремьеры, поэтому в искусственном отборе рассказываю о самой интересной новинке недели. Но этот фильм можно назвать открытием прошлого года, одним из самых заметных явлений в российском кино за последнее время. Это, конечно, шапито-шоу Сергея Лобана. Дебютный фильм режиссёра «Пыль» в 2005 году вызвал бурю восторга. Настоящий арт-хаус Пётр Мамонов в главной роли, да ещё и снято всё за три копейки. Как тут не порадоваться за российское кино? Если честно, то «Пыль», конечно, сильно перехвалили. И это стало вызовом для Сергея Лобана, который был просто вынужден снимать хит, чтобы оправдать возложенные на него надежды. Задачей он справился. Шапито-шоу уже называют одной из самых ярких и глубоких картин в российском кино. Арт-хауса здесь меньше, музыки больше, Мамонов остался, да ещё и Стас Борецкий, Лухонемы и Двойник Цоя добавились. Что же ещё надо для успеха? Вооружённый мечтою Я думал на гору влезть Но понял, чего я стою Я понял, каков я есть И это был скорее минус Это был скорее минус, чем плюс Но достаточно ли нас любит Но достаточно ли нас любит Иисус Я выглядел так нелепо В компании королей Когда последнее лето Шапито-шоу это четыре истории, четыре полноценных фильма со своими героями, объединённых местом и временем Место Крым, время лето Каждая из серий называется простыми человеческими словами Любовь, дружба, уважение и сотрудничество Герои этих историй разные, но все они отправляются в Крым, чтобы провести там свой летний отпуск Причём главные герои одной истории возникают в качестве второстепенных персонажей в других Это выглядит всё очень эффектно и как-то по-киношному круто Любой бы маститый режиссёр обзавидовался А в конце все герои собираются вместе в том самом Шапито-шоу Шатре, где каждый из них обязательно исполнит свою музыкальную партию Своеобразную исповедь, которая, кстати, играет очень важную роль в этом кино Четыре части, каждая из которых длится примерно час Естественно, усложнили прокат картины Шапито-шоу готово было ещё весной Его показали на ММКФ летом Где фильм, кстати, получил специальный пресс-жюри Но простые зрители его увидят только теперь, полгода спустя Просто продюсеры не могли придумать, как же его прокатывать В результате разбили на две части, по две истории в каждой и показывают отдельно Так что, если хотите посмотреть фильм целиком, придётся покупать два билета Многие кинотеатры составили так расписание, что они идут один за другим Шапито-шоу — это кино ностальгическое Режиссёр Сергей Лобан вместе с автором сценария Марии Потаповой Снимали его про себя, про поколение 30-летних Это они говорили о отпуск, а подразумевали Крым Атрибуты типичного постсоветского отдыха 90-х со всем набором там хоть отбавляй Но самая главная ценность Шапито-шоу — это, конечно, своевременность Это кино вызывает не только ностальгию, но и ощущение тоски по вечным ценностям Искренней любви, крепкой дружбе, уважению к родителям и взаимовыгодному сотрудничеству Сегодня они как-то запылились и забылись А вот Сергей Лобан снял их с полки и напомнил о простых истинах И это, на удивление, сработало Шапито-шоу — это пример того кино, которого не хватает в российском прокате Но боюсь, что оно так и останется белой вороной в ближайшей перспективе